3w-mobilefunk.ru Sony Xperia Z. Как соединить надежность и стильный элегантный дизайн, тонкий корпус и огромный дисплей? Sony дает ответы на эти вопросы, и этот ответ Sony Xperia Z – лучший выбор для поклонников продвинутых решений. Сам по себе аппарат очень тонкий, но крупный – 139х71х7,9 мм. Вес – 146 грамм. Несмотря на экран внушительного размера, модель достаточно легкая, впечатление громоздкости не производит. Xperia Z имеет красивые закругленные края и гладкие блестящие поверхности с обоих сторон, объединенные рамкой-каркасом. Корпус смартфона выполнен из стеклонаполненного полиамида, который используется в автомобильных деталях. Поверхности защищены специальной пленкой. Более того, Xperia Z отвечает стандартам IP55 и IP57, что означает защиту от влаги и пыли. Смартфон не боится случайно попавших капель воды и даже полного погружения в жидкость. Новинка может похвастаться отличным 5-дюймовым экраном с Full HD разрешением 1080х1920. Дисплей отличается очень высокой плотностью точек – 443 ppi. Сделает картинку суперчеткой. Смартфон оснащен 4-ядерным процессором Qualcomm S4 Pro с частотой 1,5 ГГц. За графику отвечает Adreno 320. Доступно 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ собственной. Также есть слот для карты памяти microSD формата. Начинкой управляет операционная система Android 4.1.1. 13-мегапиксельный модуль Exmor RS доработан по сравнению с предыдущими моделями. Он получил новую систему шумоподавления. Устройство превосходно снимает в условиях недостаточного освещения. Кроме того, смартфон не только способен фотографировать в HDR-режиме, но и снимать видео с таким же эффектом. Фронтальная 2-мегапиксельная камера также поддерживает HDR. Приятным бонусом для пользователей Xperia Z станет стереофоническая мини-гарнитура, которая идет в комплекте с телефоном. Она обеспечивает превосходное качество звука. Длительную работу без подзарядки Sony Xperia Z обеспечивает аккумулятор на 2400 микроампер час. Дополнительный режим стамина позволяет всерьез увеличить время работы. 3w mobilefunk.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова